здравствуйте уважаемые зрители тема сегодняшнее видео хочу сказать пару слов о том что делать если заглох мотор на воде что можно сделать в первую очередь говорю сразу я не являюсь каким-нибудь мастером по ремонту лодочных моторов личный опыт и не более все те кто владели когда бихрями 30 ветерок 8 что-то подобие москва я думаю знают не меньше и меня но а те кто еще только приобрел свой первый мотор я думаю информация может быть когда-нибудь пригодится на воде не совсем удобно снимать поэтому приступаем к поиску неисправности пример буду показывать на этой тохе тоха 9.8 двухтактник за четырехтактные двигатели ничего сказать не могу мне их никогда не было но возможно решение проблем будет где-то схоже было когда-то еще пятерка ну и также вихрь 30 но это было очень давно начинаем с малого в первую очередь проверяем вот этот вот воздушный клапан открыт он или нет если он закрыт вообще бак у вас уже скорее всего всосало открываем клапан до конца если он откручен не до конца то со временем может сам закрутиться выворачиваем до конца проверяем вот эти вот соединения быстросъемы если все на месте замечательно проверяем на месте ли чека все ли стоит плотничком если бак заполнить полностью по горловину то можно заглохнуть через несколько километров у меня такое было залил по самый верх в итоге пришлось слить часть бензина и все поехал дальше если здесь все нормально то снимаем колпак сняли колпак теперь беглый осмотр вот этих тяг все ли на месте пластиковые фиксаторы ничего ли не отломалась раз два три вообще проворачиваем газ одновременно должна открываться дроссельная заслонка ну и также тяга толкать опережение зажигания здесь если четко то снимаем свечку но если две свечи значит 2 выкрутили свечу и обязательно оцениваем состояние сухая свеча либо сырая открутили вставляем в колпак бросаем на массу дергаем стартер проверяем искру если искры нет меняем свечку опять искры нет продергиваем провода все провода которые видим вот эти вот соединения также в этом месте 5 бросаем на место на массу дергаем искры нет но скорее всего тогда проблема в катушке меняем катушку но если нет катушки то наверное налегая на весла хотя у меня таких проблем никогда не было что дальше делать без искры не знаю но если искра есть то шансов добраться до дома на моторе становится больше как я говорил нужно было оценить состояние свечи сырая либо сухая если сухая не качает бензонасос как вариант либо за забила фильтр конечно чтобы забить фильтр так быстро это маловероятно проверяем все шланги нет ли нигде утечки если что отстегиваем два хомута просто отжимаем снимаем фильтр продуваем сухая свеча я думаю чаще бывает в тот момент когда техника долго стоит это касается любой такой техники и когда начинаете заводить после долгого простоя не поступает топлива можно сделать следующее взять цилиндр налить немножко бензина закрутить свечки и пытаться заводить есть высокая вероятность что мотор заведется заведется начнет кончать бензонасос и процесс пойдет но если там бензонасос где-то порвало в самом карбюраторе то то скорее всего опять налегай на весла вообще конечно не мешало бы знать из чего состоит карбюратор по противу самому когда-то разобрать собрать промыть я так сделал и выложил ролик на канале сборка разборка промывка вот этого карбюратора ничего абсолютно сложного нет идем дальше если свеча была залито если свеча была сырая искра есть скорее всего залили цилиндра делаем следующее отстёгиваем топливный фильтр блин топлива подачу шланг я уже начинаю нести ручку газа выставляем в ноль пальцем затыкаем цилиндр отверстие и дергаем стартер дергаем 1 5 можно немножко побольше скорее всего отсюда вылетят пары бензина таким образом продуваем цилиндры закручиваем свечи на место ручку газа выворачиваем примерно на 70 процентов и дергаем стартер дергаем до тех пор пока не заведется он должен завестись заорать сбрасываем газ но можно пол газа в общем вырабатываем бензин в карбюраторе после того как выработали топливный шланг возвращаем на место ну и все поехали дальше почему заливает цилиндры у меня 2 такники я думаю что настройка карбюратора неправильная настройка напрямую влияет на то что цилиндры периодически заливает почему почему я так решил здесь нет никакого электроклапана значит скорее всего настройка карбюратора работа на холостом ходу она задействована на всех режимах если с глиса выйти на холостой ход можно заглохнуть в том случае когда неправильно отрегулирована топливная воздушная смесь на моем канале есть ролик отдельно на тему регулировка настройка карбюратора вот этого мотора два варианта вот этот вот винт качество количество опять забыл периодически может сам выкручиваться сбиваться настройка ну и к тому же настройка может сбиваться если есть какие-то уже осадки отложения в самом карбюраторе не так давно я вот этот вот винт попробовал и открутил на два с половиной оборота года три назад не так отрегулировали на станции обслуживания и в итоге через 20 минут двигатель цилиндры просто залила вернул настройки все как было как сам настраивал никаких проблем больше нет но и до этого проблем не было просто решил проверить когда я снимал ролик на тему регулировка настройка карбюратора забыл обозначить тот момент что основная проблема была именно заливка бензина заливка цилиндров пару слов о мелочах если вы приобрели только свой первый мотор я думаю не лишним будет после обкатки сделать замер компрессии записать данные где-нибудь но я указал данные прямо здесь возможно будущем когда-то пригодится также подписал верхний провод бронепровод для того чтоб не запутаться ну и свечи япона свечи вылетели при обкатке что помню на пятерке что на этом мотор вообще 2017 года сейчас 24 пробег у него не маленький покупал самые дешевые последний раз по моему не стали рублей 110 но вообще подобные свечи не выбивала ни разу никогда не покупал фирменных свечей все самое дешевое с местной автолавки и никаких проблем причем много передвигаясь на троллинге масло льют только оригинал синтетику тахацу но я думаю что масло обязательно нужно лить хорошее когда делал промывку карбюратора даже от этой синтетики это остаются отложения на жиклёрах для того чтобы снять и разобрать карбюратор достаточно всего два таких инструмента комбинированная отвертка которая шла в комплекте и вот такой вот ключик еще одна ситуация с которой когда-то столкнулся на воде пятерка тахаца заглохла и ни в какую не хотела заводиться дергал наверно полчаса дело абсолютно все то же самое что и говорил но результат был нулевой в итоге снял мотор стран выехал на берег снял мотор и перевернул его вверх сапогом подержал так где-то в течение трех минут далее повесил на транец завел без проблем и никогда ничего подобного больше не было предположу что проблема была где-то в поплавковой камере если у кого-то есть чем дополнить эту тему напишите пожалуйста в комментариях буду признателен но на этом все канал может пригодится всем удачи